Девочка-пай Есть у реки село большое, в нем люди добрые живут. Название, кстати, непростое. Казачий мысль его зовут. В далекие здесь времена первого паргородиц проживал, Столетие стерли имена тех, кто заставу основал. Потомки казаков отважных и ныне здравствуют в селе. Уют, достаток, которые кажут, не только хлеб есть на столе. Умеет все, с душой трудится, отчизне приезда служить, И малой родиной гордится, ей песни петь, детей растит. И в майский день весенний, ясный, победный, памятный для всех, Пусть радует село прекрасный, беспечный, звонкий детский смех. Делать фильм о любом населенном пункте, которому больше ста лет, Это всегда дело ответственное и даже рискованное. О каких бы исторических событиях мы не рассказывали, На какие бы источники не ссылались, Всегда найдутся зрители, которые нам напишут или даже позвонят, Чтобы сообщить об ошибках в допущенных фильмах. И это вроде как должно нас расстраивать, но мы только рады. Ведь такие замечания говорят о том, Что в наших селах очень много людей неравнодушных к собственной истории. А то, что между ними есть какие-то противоречия относительно даты, событий, То в таком деле, как краеведение, без этого никуда. Тем более, когда речь заходит об очень взрослом селе, Как, например, Казачий мыс. Достоверных источников о том, когда именно и кем оно было образовано, Не так уж и много. Если говорить о Казачьей мысе сегодня, То здесь его судьба, к сожалению, похожа на судьбу многих других сел. Производство и предприятия, которые когда-то прославляли это поселение, закрыты. Рабочих мест остается немного, А численность населения постоянно сокращается. Но, несмотря на все это, поверьте нам, Есть что вам рассказать о Казачке. Именно так принято называть это село в нашем районе. Если говорить о населении, то население у нас, Казачьей мысе уменьшилось. В данный момент меньше, чем было раньше. Причина – молодежь уезжает, уезжает в города, Остается там, как на учебу ехали, так и остались там. Но основная масса, кто более молодые, это лет 35-45 остались. Так вот, население, конечно, старое, больше пребрадает пенсионерой. Смертность достаточно большая, рождаемость, соответственно, ниже. Но какие рабочие места у нас? Самая проблема, чтобы были рабочие места. Маслозавод, который был у нас давно основан, В данный момент закрыт и уничтожен фактически. На данный момент работает хозяйство на территории нашей. Это хозяйство Фермера, называется ООО «Аграфова». Руководитель, там, директор Сухоносов Алексей Геннадьевич. Но они работают с 2008 года на территории. То есть уже 13 лет, 14-й год уже получается. Ну, они пришли, когда распалось наше хозяйство, СПК Кахоз-Казачемызский был. Она распалась, и они пришли на эту территорию. Но единственное, что хорошо, это сохранение корпуса. То есть они работают на этих хозяйствах, Повели капитальный ремонт складов, Повели капитальный ремонт животоводческих помещений, Поддерживают мастерские. И, соответственно, пашут поля, Сеют поля все абсолютно. То есть этот вопрос хорошо помогает нам по пожару стойкости. То есть пожар возникает, поля паханы, То есть нет такого, таких, пожалуй, больших. У нас есть магазины, Три магазина. В данный момент два ИП магазина и Татарского ИПО, Которого находится в центре. Находится у нас еще почта, Которого сохранило почтовое отделение, Которого функционирует полностью, как надо. Находится ДК на территории библиотека. Кроме того, у нас преимущество есть то, Что у нас находится автомобильная трасса рядом, Татарск, Усталка. И люди уезжают еще на Усталских автобусах, Которые ходят достаточно часто, То есть примерно 3-4 раза в день. Здесь и есть РКОН протекает. И, соответственно, Ну, очень хорошее местоположение Предоставляет РКОН. Место для отдыха есть, Место для рыбалки, До летней, Также для зимней рыбалки. Очень много приезжающих, соответственно, Летом, зимой. Это река Унь, Которая протекает по Качемурскому всесовету. В данный момент мы находимся На крайней точке, То есть именно рядом, Прямо с деревней река. То есть это получается 50 метров От ближайших живых домов. То есть очень близко. Дальше на правами вы увидите И смотреть будете Соседнее село. Это богословка, Которая является уже Усталским районом. То есть это граница Татарского И Усталского района в данный момент. Здесь можно увидеть Казачий мыс. Получается восточную часть. И можно даже так присмотреться И западную часть, Именно улицы Береговой, Именно села Казачий мыс. Здесь не купается. Высота берега порядка 8 метров. То есть очень высоко. Здесь не купается, Но рыбачит. Покупаться могут Буквально за этим поворотом, В тех местах, Ну, в середине получается, Между поворотами. Ну, доходить, Ну, метров 300 От деревни. Там песчаный пряс, То есть отлично Получается дно. Село Казачий мыс Одно из самых древних Сел Татарского района. Давайте попробуем Немножечко приоткрыть Завесу тайны. Все-таки, когда же, При каких обстоятельствах Это село было основано И кем? Ну, Завесу тайны Приоткрыть совсем не удастся, Потому что тайн там Действительно очень много. Но единственное, Что я могу сказать С уверенностью, Что нашему селу Не менее 250 лет. Есть, существуют Разные варианты Ну, как бы, Определение даты Основания нашего села. Но те документы, Которые я до сих пор До сих пор видела, В них нет точной даты. Есть версии. Одна из версий О том, что Во время экспедиции Бухольца Здесь в 1720-х, В 1716-20-х годах Проходила экспедиция И был заложен Острожок. Но те документы, Которые я просматривала, Они эту версию Не подтверждают. Затем Есть версия о том, Что когда-то Здесь проходили Казаки Под руководством Воейкова На Ирменскую битву И проходили Через наш мысль. И здесь есть перекат Где-то глубиной Не более метра Там можно перейти. И скорее всего Они здесь ночевали И переходили. Но это одна из версий. И так как они здесь Останавливались И эта битва Такое весомое значение Для нашего региона Имеет возможно Где-то в народе Осталось это предание И казаки. Ну и третья версия Она такая, знаете Скажем так Наиболее Правдоподобная Хотя она Ну как сказать Документально Ее подтвердить Тоже невозможно. Дело в том, Что был Барабинский острог. Это один из первых острогов И он еще раньше возник Чем допустим Мревенский Бердский острог Этот острог Уже был разрушен В 1628 году. Но Где находился этот острог Точно неизвестно. Известно лишь только Что в двух днях пути От устья реки Ами. А где конкретно Непонятно. И в какую сторону Ближе к озеру Чины В направлении озера Чины Возможно он был Где-то в нашей стороне А может быть Чуть-чуть подальше От нас. Но все равно Судя по тому Что здесь было Хоть около 40 казаков Всего лишь В этом остроге При битве Айрат С Айратами Этот острог Погиб Его уничтожили Но видимо Предание все равно Сохранило Какое-то О казаках И осталось Вот это название Казачий мыс И все-таки Связано с казаками Еще дополнение К этой версии То что Даже церковь Здесь была названа В честь Дмитрия Солунского Известно, что он покровитель казачества Это тоже дополнение И еще один момент Который к казакам Относят Это уже По документам Я смотрела В татарском районном музее Документы По хозяйственной книге И там была запись Вот напротив В графе национальность Была запись казак И вот таких записей Я встречала несколько Это наши сельчане Я работала с документами Когда искала Вот по Великой Отечественной войне Наших участников И вот находила Такие удивительные вещи Что записаны были Прямо как казак Но насколько я знаю У нас в селе Нет ни у кого Чтобы сохранились Какие-то атрибуты казачества Лишь только старые фотографии Время Первой мировой войны Где вот Ну видно как они Выглядят даже как казаки Слушайте Ну подытоживая это Можно ли сказать Что казачество Так или иначе В этих местах Процветало когда-то Да Я могу сказать Что казаки Здесь все-таки Проживали Присутствовали И я не скажу Что они были Основной массой населения Но здесь были Основой Костяком были казаки В принципе Здесь местных жителей Называли челдонами То есть это были Я помню снимала видео Сейчас этой бабушки Уже нет в живых Ей было где-то уже Ну за 80 глубоко И она говорила Что вот здесь Которые проживали Местное население Они были челдоны А мы были приезжие Переселенцы В казачьей мысе Не было очень много Переселенцев По Столыпинской Аграрной реформе Сюда приезжали Лишь только частично У нас здесь даже Переселенческого пункта Такого как такового не было Их вот называли Голодранцами Тех которые прибыли И вот как раз Село-то разделилось На две части Россейка и Сибирка Сибирка выше по реке Россейка ниже по реке И даже внешне Эти части села Отличались Тем что там были Дома Позахудали Победнее А в европейской Вернее в сибирской части Села Там был Зажиточные Такие крепкие Были хозяева А Россейка жила Похуже Похуже Это они потом Приехали Они Были стычки Даже между Когда межевали Земли Между Вот челдонами И пришелами Были стычки Просто С 1912 по 1924 12 лет Село Казачимыз Было самостоятельным С самостоятельной Волостью В нашу волость Входило 9 деревень Некоторые из них Уже сейчас Их нет на карте Это такие Например Тамбовка Или еще была Деревня Кутки Называлась Их Их уже нет На карте Но вообще Входило Щербаки Даже сама устарка Была в составе Казачимызской волости Ну Кочневка Соответственно Лопатина Кабанка Это вот те Поселения Которые были В составе Нашей волости Что означало Это означало Что здесь находился дом В котором находилось Волостное управление То есть В селе же была Большая церковь Более 5500 Прихожан Здесь было И соответственно Сюда приходили Чтобы написать Какую-то Ну не знаю Жалобу Какую-то Какие-то документы Получить И прочее То есть Вот чем занималась Волостная управа Впервые была Церковь построена В 1861 году Но По-видимому Здесь какие-то Существовали Наверное Может быть Какой-нибудь Молельный дом Был Или еще что-то Но В этот период Как раз По всей Сибири Строятся храмы И наш был Один из них Церковь была Деревянной Функция церкви Была достаточно Большой То есть Нужно было Много исполнять Она была Центром села Затем Церкви Конечно Приходят в упадок И вот Интересный момент То что В нашем селе Одна из последних Была церковь Разрушена Сначала В ней был Зерносклад А затем Уже В 1939 году Была разрушена Церковь 16 мая Снимали колокольню И люди Вспоминают О том Что когда Снимали Вот эту Колокольню И вывозили Оттуда Несколько Машин Вывезли С иконами И люди В этот период Эти иконы Растаскивали По домам Прятали Православная жизнь В полной мере Вернулась В казачий мыс Только в 2013 году Когда в здании Бывшей больницы Появился храм Здесь проходят Службы Литургии Крещения И даже Есть небольшая Колокольня Скажите пожалуйста А вы вот просто Ну Часы же это делаете У вас уши уже привыкли Потому что тяжеловато же Конечно привыкли Я всю жизнь в культуре Проработала 42 года У меня не то что Уши Все привыкло К громкому звуку Привыкли Ну смотрите Вы же не просто так Дергаете за ниточки За веревочки Нужно же это уметь делать Все равно Какая-то определенная Вы этому учили Специально Нет Никто меня Никто вас не учил Смотрела в интернете И пошла Главное чтобы был слух А скажите А как-то отличаются Вообще Ну То есть в разные праздники Разные Это благовест Это такой вот звук у него Видите Сначала 12 раз звонят В улице Господи прости меня Огрешно Вот допустим 12 раз А потом начинают А здесь сверху Они тоже разные все Разные Да Чем они отличаются Они по звуку Тоже разные все По звуку разные Один ниже Другой повыше А в разные праздники В разные поводы Разные какие-то мелодии Играете Или как-то происходит Стараемся конечно Такие что Если праздник Допустим Идет пост То просто Вот в благовест Поскучать Вот так 12 раз Мгм 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 Храм работает Каждое воскресенье В большие праздники Приезжает к нам Протеерей Александр Соловьев Здесь бывает Служба Литургия Мы здесь И всповедуемся Причащаемся Идет полноценная Служба Литургия Мы сами Когда здесь В воскресенье Приходим Мы читаем Акафицы Если праздник Какому-то святому Мы читаем Часы Изобразительные Это Как литургия Для мирян Читаемая Мирянами Вот Все праздники Мы здесь находимся У нас В самые хорошие Времена Бывает Где-то Человек До 15 А так 10 Это почти Постоянно Каждое воскресенье Когда батюшка Приезжает Бывает Побольше Людей Этот храм Назвен в честь Дмитрия Солунского Потому что Село наше Основали Казаки А Дмитрий Солунский Он покровитель Боинства И вот они С первого начала Они его Так именовали Храмом Дмитрия Солунского Первые Вот О нашем храме Первые сведения Еще В 1861 году В селе Уже тогда было Где-то 115 дворов 1300 жителей Жителей было 870 Но прихожан было Уже 1300 Потому что Этот храм Обслуживал Пять деревень Это Казачий мыс Это Богословка Лопатина Теренкуль Тогда называлась Новая Вознесенка И Кабанка В 1905 году Была построена Новая церковь Она стояла В самом центре села И к 1910 году Прихожан было Уже больше 5000 Моя бабушка Рассказывала Что когда Выходили В крещение Светить воду В Омку Тогда на Омке Светили воду Лед трещал От множества людей Очень много Было Тогда Прихожан Вот Это церковь В 1905 году Которая была Открыта Она Значит Также Обслужила Пять деревень Вот И В этой церкви Иконы Вот Которые Вот Это Распятие Вот Икона Спасителя Жена Мироносцы И вот Эти вот Небольшие Иконки Это все Из той церкви Которая В 1905 году Была открыта 9 лет назад Церковь удалось Возродить В здании Бывшей больницы При помощи Районной администрации А на куполы Колокола Деньги Собирали Всем селом С тех пор В казачке Крестили Больше 30 человек Не выезжая За пределы поселения Часть иконостаса Прятали у себя Жители села Потом отдали Уже в 90-е годы Сюда в музей Они хранились У нас До 2013 года Когда был создан Приход Мы их передали Туда И сейчас На руках У сельчан Кто-то принес Эти иконы А у кого-то Они еще хранятся Дома Вот иконы Из старой церкви Намоленные И когда снимали Вот эти иконы И колокола Спускали вниз То говорили о том Что Это будет Ну как бы сказать Наказуемо Даже есть справка О том Что Один из Жителей села Пришел в сельсовет И потребовал справку Что мне нужна справка Что я это делаю Не сам А подневольно Снимаю колокола Кому бы он И конечно Предъявляться Это вопрос Но факт то Что люди Настолько были Богобоязнены Что даже Ну не могли Пойти на такое Наш кирпиченоделательный завод Он еще славился тем Что там был гончарный цех И в этом гончарном цехе Изготавливали посуду Я не могу сказать Когда началось Изготовление посуды Но еще до войны Изготавливали все Вот от таких корчаков Которых хранили И зерно И масло До крынок И тарелочек И посмотрите Даже были мелкие Вот такие Емкости В которых можно было Хранить там Соль Еще какие-то Необходимые вещи Даже друшлаги И тазы Вот у нас там Дали таз Это все Изготавливалось Из местной глины Посуда Конечно Это имеет Особые свойства В ней долго И не киснет молоко В ней очень долго Все сохраняется И в принципе В то время Это было доступно Это было недорого Посуды из глины Конечно Сегодня в казачьей мысе Уже никто не делает А вот различную Деревянную столовую утварь Можно увидеть И в домах И в школе И в других организациях села А все благодаря Увлеченности этим делом Учителя технологии Романа Геннадьевича Сопрыгина Сейчас я вам покажу Изготовление Деревянной ложки Здесь уже Сделано Сначала делается Баклуша бьется То есть Нарубаются Из пенька Такие брусочки Которые называются Баклуша Бить баклуша Да Говорят что Бить баклуша Это ничего не делать А это Нарубать Заготовки Для изготовления ложки Ну сейчас я вам покажу Небольшой период времени Как вырезать Сам черпак ложки Нож Подобие садового Или еще бывает Ложкорезы Более закругленные Ну Таким Это делается очень просто Применяются породы Хвойные Лиственные Хвойные Это кедр Или сосна сибирская Лиственные Это породы Мягких пород Такие как Липа Можно осина Ну клем он твердый Ива белая Можно Ольха Черная Используется Дерево должно быть Как-то высушено Специально Да Дерево высушивается Чтобы Стараться Чтобы не было трещин Не было То есть Еще естественных пороков Слушайте У вас это так легко получается Со стороны кажется Что не знаю Как ножом По маслу Мне кажется Если я в руки возьму То Хочешь попробовать? Да я боюсь Я бы попробовал Я боюсь Испорить Произведение Ну нет А такие ложки Вообще Они Можно их В бытовых условиях Использовать? То есть Налить себе Тарелку борща Похлебать Или не стоит? Да конечно можно Почему нельзя? А сверху Они потом лаком Как-то покрываются Да можно Грунтуется Ну как это делать Они сначала грунтуют Наносится грунт Обжиг Термическая обработка Наносится краска А по времени Сколько может уходить На одно такое изделие Вот если Ну ни на что другое Не отвлекаться Ну не отвлекаться Ну около часа Как? Если художественное делать Ну часа два Когда вообще Начали этим заниматься? Когда я начал заниматься Когда я начал работать В школе Я раньше работал В колхозе Столером 12 лет Столером отработал В стройцехе После техникума Окончания Я заканчивал Тогучинский Лесотехнический Там Отучился попутно Присвоение У нас была такая Курса Присвоение Рабочей профессии Наверное у всех Ваших родственников Есть что-то такое Дома Наверняка Всем это дарит Да конечно Дарю И уезжает И в Германию И в Польшу В Астрах Родственников Нету Но дарил Уезжали Вот готовый черпак Ну а дальше Осталось всего ничего Хорошенько пройтись Наждачной бумагой Покрыть лаком И очередная ложка Из коллекции мастера Готова Субтитры добавил DimaTorzok Казачьего мыса С 41 по 45 годы прошлого века из села было призвано 340 человек, а вернулись лишь 163. Пожалуй, самую высокую цену за победу заплатила простая русская женщина, жительница Казачьего мыса Феврония Ивановна Плотникова. Семеро ее сыновей полегли на войне. О ее трагичной судьбе с детства знает не только каждый житель села, но и всего района. Ведь ни одна экскурсия в историко-краеведческом музее Татарска не обходится без этой печальной истории. Феврония Ивановна жила в селе Казачий мыс. В 16 лет она вышла замуж. Замуж вышла за мужчину, который старше ее в два раза, 32 года ему было. И он был вдовец, у него было три дочери. И она оказалась очень хорошей любящей мамой, приняла девочек и очень хорошей хозяйкой. Совместно с Плотниковым у них родилось 8 сыновей и еще родились дочери. То есть такая большая семья. Феврония Ивановна воспитывала своих детей в любви. И так получилось, что когда началась Великая Отечественная война, все сыновья были призваны в армию. На фронт так получилось, что 7 сыновей погибли там, на той войне, на той страшной войне погибли. И материнское сердце чувствовало беду, чувствовало, что что-то происходит, что-то случается с ее сыновьями. И однажды даже известен такой случай, когда Феврония Ивановна пришла в сельсовет для того, чтобы узнать, нет ли для нее письма или еще какого-то извещения. И ей сказали о том, что нет ничего для тебя. Но Феврония Ивановна сказала о том, что чувствует мое материнское сердце, что что-то произошло. И вынуждены были отдать эту похоронку на очередного погибшего. Из 8 сыновей, 7 сыновей погибли в Великую Отечественную войну. Об Андрее доподлинно ничего не известно. Есть информация о том, что Андрей работал на засекреченном заводе, где в послевоенное время тоже погиб. К началу войны практически у всех сыновей уже были жены и дети. И в Великую Отечественную войну. И уже послевоенное время Феврония Ивановна всячески помогала и своим снухам, и внуков помогала поднимать, воспитывать. И жители рассказывают о Февронии Ивановне то, что она, несмотря на свое горе, она никогда никому не пожаловалась, никогда ни у кого не попросила помощи. И в послевоенное время, насколько бы не было тяжело, она также трудилась. В 1949 году Феврония Ивановна умерла. Эта экспозиция в Татарском музее, где Феврония Ивановна Плотникова ждет возле накрытого стола своих сыновей, которые уже никогда не вернутся, стала трагичным символом всех матерей, не дождавшихся с войны детей. Феврония Ивановна Мы пользуемся списками населенных мест по Томской губернии в качестве основного источника. Поэтому точно сказать, когда возник здесь маслодельный завод, невозможно. Дело в том, что вообще этот регион маслодельческий и каинские купцы ездили, продавали масло. Они, допустим, в европейской части России их знали, что лучшие маслоделы из Каинского уезда. И наши купцы, вернее, наши местные здесь тоже занимались маслоделием. Ну, допустим, к 1914 году здесь уже было два маслодельных завода. Это не значит, что они были большими. Они были не очень большими, обили масло, но и этим маслом активно и успешно торговали. Но, допустим, в 1930 году уже точно есть даже фотография о том, что здесь есть маслодельный завод. И он находился на том месте, неподалеку от современного памятника. Позже на этом месте была поставлена школа и первые здания. И, кстати, это маслодельного завода, когда он переехал в ту часть села, вот где сейчас останки от него остались, то это здание было передано школе. И могу сказать, что вот в 1939 году действительно масло татарское, выполненное на Казачьемыском заводе на Парижской гастрономической выставке, заняло первое место, получило золотую медаль. То есть это масло славилось. Уже в наше время, в начале нулевых годов, в Устарке появился новый маслозавод, который стал причиной постепенного закрытия производства в Казачьей мысе. И хотя местного сливочного масла в селе уже давно нет, зато можно найти другое. Открою вам секрет, я очень люблю рыжиковое масло с картошечкой, либо просто хлебушком, так можно помакать, сольки посыпать. Но в татарске его не так-то просто найти, а вот в Казачьей мысе делают прямо здесь рыжиковое масло собственного приготовления. Пойдем попробуем приобрести одну бутылочку. Здравствуйте. Можно бутылочку масла? Можно. Это наше хозяйство, вот все это рыжик, затем давится масло, потом оно реализуется. Там имеются специальные станки, специальные фильтры. Вот это масло, то есть сами семена засыпаются, то есть станок. Ну а затем на выходе уже получается масло, затем оно фильтруется, разливается по бутылкам, реализуется. В нашем хозяйстве тысяча голов делятся они у меня, то есть коровы, тёлочки годовалые, бочки, ну и телятки маленькие, кони, 50 голов. Это все кони, не лошади, именно кони? Есть здесь и взрослые 4, кобылка и 3 мерина, и полторашки, тоже кобылки и жеребчики. Они у нас все время находятся на свежем воздухе, в помещение они не заходят у нас, то есть даём мы им овёс, сено, солома, вода. Здесь вот животноводство расположено, вот поля расположены, вот сеются различные культуры, пшеница, ячмень, овёс, рапс, лён, вот гречка. Всё это как бы, все поля засеваются абсолютно, то есть пустых полей нету. Сенокосы имеются, пастбище имеется, вот на это поголовье как бы, ну надо будет подсевать ещё, в принципе, поля, вот чтобы было больше корма. Ну а так, всего всё обеспечено, техника имеется, рабочие руки имеются. Причём, чем положительно в казачьем мысе, вот, можно отметить, это то, что люди работают круглый год. Вот, занятость вот у людей имеется, вот, потому что заличие животноводства позволяет постоянно быть людям занятым, то есть круглые сутки практически. Здесь у нас молочных коров не имеется, это только мясного направления, вот. Подсосное содержание телят имеется, то есть коровы не доются, телята сами, то есть едят, как бы, это сосуд коров. Стремление есть, люди есть, техника есть, вот, помаленьку всё строится, обновляются склады, где хранится зерно, вот, видели, там уже новые вот эти вот крыши, всё это сделано, то есть отремонтированы все склады. Ну, ещё один в планах на это лето, ещё один склад отремонтировать, ну, вот, там, где возможно было бы хранить зерно, ну, как на сдачу, на семяное зерно, то есть, как бы, всё это реализуется. Затем сушилку мы сделали на сушилке, то есть, там, где сортировки, вот этот вот сушильный комплекс, там газом теперь сушится зерно. Музыка. 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 Казачемынская школа Казачемынская школа была образована еще в 19 веке, совсем недавно. Этот факт удалось доказать документально. А это здание было построено в конце 70-х. Судя по тому, что оно трехэтажное, можно сделать вывод, что раньше здесь было очень-очень много учеников, в том числе и из соседних сел и деревень. Сейчас же их осталось меньше 50. Имя у тебя одно, навсегда оно дано. Жизнь длина, и от того ты побереги его. Вывод. Не имя красит человека, а человек имя. Вот такая проектная работа у нас. И каждый ребенок приготовил проект. Мы сегодня их проверяли. На данный момент у нас 49 детей. Это обучающиеся с 1 по 11 класс. И на сегодняшний день 17 воспитанников группы дошкольного образования, которая является структурным подразделением нашей школы и также работает с нами в одном здании. Количество обучающихся будет уменьшаться, но мы будем стараться, может быть, привлекать обучающихся с соседних сел, либо районов. У нас в этом году уже обучаются два ученика, которые приезжают к нам с Устарского района в 8 и в 3 класс. Занимаемся мы, как и все школы, по всем образовательным программам. Чем нам сейчас интересна наша школа, самое главное событие, которое мы выявили в прошлом году при сотрудничестве с Томским архивом. Это то, что наша школа по основанию относится к 1886 году. Нам прислали заключение Томский архив о том, что действительно в этом году функционировало помещение, где проводились уроки, занимались, где были учителя с определенной заработной платой. Это было прописано. После Октябрьской революции в селе открылась начальная школа. К 1929 году она стала семилетней, а спустя еще 9 лет средней. Тогда школа занимала 5 небольших зданий. Учились в три смены, так как было более 300 учеников не только из казачьего мыса, но и из окрестных деревень. В 1978 году была сдана в эксплуатацию новая школа. Трехэтажное здание, рассчитанное на 460 мест. Школу возглавил директор Алексей Константинович Долецкий, который бессменно руководил ею до 2006 года. Это было в 1978 году. Я работал в Устарке. Вначале первым секретом райкома комсомола, затем работал в школе преподавателя физкультуры. Но сюда я приехал в 1967 году в казачке. Здесь проработал 3 года, потом меня перевели сюда. Ну, руководство все сдало. Здесь что-то не сложилось с директорами школы. Год и уйдет, год и уйдет директор. Я после всего этого, что было, да, соглашаюсь. Соглашаюсь, приехал в школу, эту сдали в 1978 году. Как у нас всегда делается, к каким-то праздникам, к Новому году ее сдали. 101 недоделка. 101. Это что, имеете в виду, какие? В школу канализации нету. Канализации нет. Возопровода нету. Хотя она там бежит по маляречку. Канализация вообще никакой. Туалеты не работают ни один. Дождь идет летний, очень такой усиленный. С третьего этажа вода попадает на первый этаж. Представляете себе, что это было? Так, а вы вот все это увидели. Вам не захотелось просто развернуться и сказать все, до свидания? Молодой был, горячий. Решил все. Ну, наглядных пособий, я вам скажу, было это, практически их не было. Тряпка, мел. За одно время не было мела. И вот я узнал, что в Устарке, не на Шербаке, там весь село, там мужчина изготавливал этот мел. И все директора, я потом на совещании объявил, все директора школы, практически все, кто здесь ближе лежат, ездил к нему, замерил. Не было, не было. Мела не было. А как, почему? Это проблема была в сельской местности? Это проблема в области была. Не было тогда. Ну, такое обеспечение материальное очень трудно было. А это какие годы имеете в виду? Ну, это уже в 80-е, сюда ближе к 90-м. Вот представьте себе, значит, вот на полстола маленькая плита, поставили ее. И нужно организовать горячее питание. Горячего питания не было. Все есть, а питания не было. Алексей Константинович работал директором почти 30 лет. И несмотря на все проблемы, годы работы в школе всегда вспоминают с теплотой. Трудности он не боялся и всегда с особым рвением их преодолевал. Наверное, поэтому он в свое время смело вступил в должность главы Казачемызского сельсовета, на которой находился несколько лет. Еще одна страсть Алексея Долецкого – это поэзия. Сочинительством он увлекся еще в юношестве. Друга призвали в армию. В 1958 году я написал стихотворение, первое стихотворение, посвященное ему, что такое патриотическое, в Ленинскую трибуну. Вот это был мой первый стих тогда, который я опубликовал. Ну, вот другой раз, вот набежит такое, записал, записал, бросил. Вот у меня, господи боже мой, где только не это самое. И вот же не читая, она говорит, слушай, ну хватит тебе дураться. Да ты отправишь в околицу или в народную газету. Мне нравятся твои стихи. И все. Я отправил один, второй. Вроде как отзывы такие неплохие были. Ну, вот стал писать все. Вспоминать, ну, видишь, вспоминать те, которые я… Так, мелькает что-то там далеко, но это уже ушло. Вот, поэтому все новое. А вообще тематика основная какая? Природа. Природа, люди, природа, люди. Зима студеная, метели. Повсюду снег в краю родном. Ветра крепче запели вдох серенады под окном. Увяз в сугробах лес безмолвный. Закрыли солнце облака. Резвится ветер в поле вольный. Устула подо льдом река. Однажды солнце луч пробился через завес облаков. Волшебный свет его разлился на чистый снег, полей, лугов. Луч догорает ярким светом. О чем-то рассказать спешит. Морозка бродит рядом где-то. А может быть, под еле спит. Я эту сказку не забуду. Явилась мне она сама. Смотрю и удивляюсь чуду. Прекрасно все-таки зима. Некогда большая сельская больница сегодня превратилась в амбулаторию. Что, в общем-то, тоже неплохо. Ведь спектр медицинских услуг все равно намного больше, чем в любом фельдшерско-акушерском пункте. В регистратуре получают карточки, направляются на прием. В процедурном кабинете отпускаются назначенные процедуры. Процедуры мы назначаем как сами, так и врачи нам из центральной районной больницы. То есть с ними сотрудничаем? Да, мы сотрудничаем. Мы являемся филиалом Татарской центральной районной больницы. Здесь у нас лаборатория и проводим ЭКГ. Дальше там кабинет, где мы отпускаем, непосредственно делаем прививки. Прививки? Да, прививки населению. Да, там у нас есть график установлен непосредственно. От ковида не делаете? Делаем. Так, это тоже у нас палата дневного стационара. Приезжает к нам стоматолог. Но в последнее время не приезжают в связи с этими ситуациями, что там ковид у нас. Здесь у нас работает стоматолог, у нас все для этого необходимо. И там у нас дальше гигиенологическое кресло. Сколько у вас всего человек работает? У нас непосредственно ставок получается 4,5, а человек 4. У нас Татьяна Владимировна работает на полторы ставки. Она как придет прием, так и отпускает процедуры и дневной стационар. Вы справляетесь или все-таки тяжеловато? Тяжеловато, тяжеловато. Население, конечно, у нас по сравнению с тем, что было мало. Но тем не менее, наплыв бывает так, что и тяжеловато. По 40-48 прививок отпускаем в день. Все выходные работали на Новый год. После праздников вот этих всех новогодних. Сколько по времени учреждение работает уже в формате амбулатории? То есть до этого же больницы была? Да, она была, учреждение-то давно уже о нем известно, она была до 2010 года участковой больницей, потом стала врачебной амбулаторией. Вот здесь? Это все укладки. На котором написано «роды на дому», что это означает? Да. Это означает, что у нас хотя родились, рожениц мало, но бывают такие, которые не успеваем довезти. Сидим, сидим, ждем. И потом вот с этой упаковочкой мы непосредственно идем. Помимо этой упаковки у нас вот еще есть упаковки на каждый экстренный случай, который мы должны оказывать. Они у вас всегда наполнены? Да, они наполнены достаточно. Всегда все, что необходимо. Вот непосредственно то, что необходимо в укладку, в каждой укладке лежит. И потом уже то, что там должно быть. Летят, летят весной цветы сережки, А топчет пилы мой, не те дорожки. А ночь со всех сторон, и звезды легкий, Любой зеленый крек, а мы как веки. В нашем доме культуры работают три специалиста. У нас 13 формирований, клубных формирований. У нас вообще жители любят ходить на мероприятия, особенно вот когда до пандемии было. Всегда у нас полный зал народу. Любят на 9 мая, любят на День матери, на 23 февраля. Также на день 8 марта, на смотр художественной самодеятельности. Сейчас, конечно, народу поменьше, но все равно мы рады, что, допустим, на новогодний праздник у нас было уже хорошо, фойе присутствовало народу. Поэтому мы этому очень рады. Зачем рассветки, любовь зеленый крек, А мы как веки, зачем мне кусты лег, Зачем рассветки, любовь зеленый крек, А мы как веки. В данный момент у нас проведены работы по скважинам новой, по Буриной. Это у нас 10-11 год, то есть буквально 10 лет назад. Новая скважина. Занимался этой скважиной склова Дорецкий, Алексей Константинович, который был до меня. И потом мы сделали среднем же замену водопроводных сетей всех. То есть подвели фактически все дома воду. Дальше занимаемся ремонтом дорог, соответственно, ремонтом памятника, кладбища ремонта. То есть всякие текущие ремонты дома культуры, поддерживаем состояние, администрацию. Ну, чтобы население видело. Построй в 2020 году тротуал, установили, если там. Соответственно, ну, согласно законодательству. Так вот, и так текущая работа постоянно. Много очень, ну, фактически каждый день и через день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наш очередной фильм Документального циклаточки на карте Тоже станет таким серьезным шагом К сохранению истории Того места, где мы с вами живем Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok